Привет, народ! С вами Фенаргот. Буквально недавно я вам рассказал о ежегодной премии Steam, которую ввели в прошлом году, и где сами по себе награды слегка фановые. Игры можно номинировать любые, и номинации имеют смешные формулировки и значения. Поэтому я решил напомнить вам о действительно важной и серьезной премии The Game Awards, которая вручается с 2014 года в США. В этом году церемония пройдет 7 декабря, то есть уже завтра в Театре Майкрософт США. Правда, по нашему времени это будет рано утром 8 декабря. Поэтому у нас есть немного времени, дабы выбрать своих победителей. Но перед этим не забудь поставить лайк и подписаться. Ну что, поехали? Первая номинация – Игра года. Это игра, увидев название которой, вы сразу вспоминайте, что она идеальна во всех планах. Номинанты. The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, PlayerUnknown's Battlegrounds, Persona 5 и Horizon Zero Dawn. Несмотря на то, что папка еще далек от идеала и находится в раннем доступе, эта игра действительно заслуживает звания Игры Года. О ней говорят все, и играет огромное число человек. Она побила все рекорды в Steam, 3 миллиона одновременного онлайна. С ума сойти, и это меньше, чем за год. Мой выбор падает на папк. Лучший геймдизайн. Это игра, у которой прекрасное творческое видение, а также инновационный подход к геймплею и дизайну. Номинанты. Wolfenstein 2, Resident Evil 7 Biohazard, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey и Horizon Zero Dawn. Тут выбор для меня оказался посложнее. Но я выбрал седьмую часть Обители Зла, как раз по той причине, что игра полностью изменилась. Знакомые нам элементы мы увидели совсем с другой стороны. И несмотря на то, что кое-какие фишки данной игры кажутся знакомыми и повторяющимся, сделаны они весьма качественно, и игра действительно заслуживает внимания. Что не было с последними частями данной серии. Лучшее повествование. Присуждается игре с лучшей передачей истории и развитием сюжета в игре. Номинанты. What Reminds of Edith Finch, Nier Automata, Hellblade Sinoa Sacrifice, Wilfenstein 2 и Horizon Zero Dawn. Возможно, многие со мной не согласятся, но из этого списка меня реально впечатлила игра в Wilfenstein 2. Про которую, если бы мне сказали года два назад, что игра поразит своим сюжетом, я бы в жизни не поверил и рассмеялся бы над таким утверждением. Действительно, трэш-шутер обрел великолепную сюжетную линию. Кто-то считает концовку минусом, а для меня наоборот. Выбираю эту игру. Идем дальше. Лучший арт-дизайн. Заинемоверный творческий подход и инновации в плане дизайна и анимации. Destiny 2, Cuphead, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Persona 5 и Horizon Zero Dawn. Ну, на самом деле, тут я и думать особо не хочу. Cuphead произвела фурор во время выхода, да и до сих пор удерживает внимание на себе в виде мемов и обзоров, которые не перестают появляться. Полностью ручная рисовка в совмещении с прекрасным движком – идеальный микс. Лучший саундтрек. Destiny 2, Cuphead, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Nier Automata, Super Mario Odyssey и Persona 5. Вот тут для меня выбор действительно сложный. Либо великолепный, драматичный и в то же время активный саундтрек из Destiny. или же великолепный ретро из Cuphead. Думаю, все же стоит это оценивать не только по тому, как композиции звучат по отдельности, а именно как они сочетаются в самой игре. И тут все-таки Cuphead берет верх в моем понимании. Отдаю свой голос за нее. Лучший звуковой дизайн. Destiny 2, Hellblade Sinoa Sacrifice, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey и Resident Evil Biohazard. Еще поиграв в демку «Обители зла» на игромире, я понял, что атмосфера там идеально выдержана. Аудиовизуальный ряд заставляет прямо-таки дрожать от ужаса. Без сомнения, звуковой дизайн в данной игре на высоте. Голос ей. Лучшая актерская игра. Милина Юргенс, Синуа из Hellblade. Лора Бейли, Надин из Uncharted The Lost Legacy. Клаудио Блэк, Хлоя из Uncharted The Lost Legacy. Брайан Блум, Бласковиц из Wolfenstein 2. И Эшли Берч, Элой из Horizon Zero Dawn. К сожалению, не играл во все игры и могу лишь судить по тому, что видел. Поэтому выбираю Бласковица из Wolfenstein. Социально значимая игра. Please Knock On My Door. Night In The Woods. Life Is Strange Before The Storm. What Remains of Edith Finch. Bury Me My Love. Hellblade, Синуа Сакрфайс. В каком-то смысле, What Remains of Edith Finch перевернула понятие о смерти и показала все совершенно с другой стороны. Поэтому я выбираю данную игру в номинации. Лучшая игра, разработка которой продолжается. Warframe, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Overwatch, Grand Theft Auto Online, Destiny 2 и PUBG. Что ж, про Warframe говорить ничего не буду. Tom Clancy's Rainbow Six не выглядит как игра 2017 года. А Destiny все-таки не дотягивает до уровня Overwatch. Что ж, мне предстоит выбор между Overwatch и PUBG. Blizzard действительно очень сильно вылизывает свой продукт. Но PUBG не может не радовать. И не только своим онлайном, а тем, что разработчики действительно занимаются своей игрой. Возьмем, к примеру, DayZ. Из которой вы доили деньги и на которую забили. А вот PUBG до сих пор обновляется и улучшается. Скоро нас ждет пустынная карта, паркур и многое другое. В общем, в данной категории я выбираю PUBG. Лучшая мобильная игра. Super Mario Run, Monument Valley 2, Old Man's Journey, Fire Emblem Heroes и Hidden Folks. Появление Super Mario в роли интерпретации уже надоевших игр с бегущим персонажем многих разочаровало. Но вот стоит поиграть и мнение меняется моментально. Вот мой победитель. Лучшая игра для портативных платформ. Pucci and Yoshi's Woolly World, Monster Hunter Stories, Metroid Samus Returns, Fire Emblem Echo's Shadows of Valentia, Ever Oasis. Тут, к сожалению, ничего не могу сказать. Лучшая игра для расширенной и виртуальной реальности. Superhot VR, Star Trek Bridge Crew, Lone Echo, Farpoint и Resident Evil 7. Обитель зла, разумеется, выделяется. Только вот Sony VR мне не понравился. И это ухудшило впечатление о VR составляющей игры. А вот Star Trek Bridge Crew сделан действительно круто. Почувствовать себя капитаном Энтерпрайза – желание многих фанатов. Отдаю голос за нее. Лучший экшен. Prey, Nioh, Destiny 2, Cuphead и Wolfenstein 2. Вот Prey мне совершенно не зашел, как бы его не расхваливали. Wolfenstein – хорошая ставка на сюжет, а вот сам экшен стал мешать. Я же выберу Destiny 2. Игра действительно сделана очень качественно и великолепно. Лучший экшен-адвенчер. Uncharted The Lost Legacy, Assassin's Creed Origins, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Horizon Zero Dawn. Да, тут есть и Uncharted, и Assassin's Creed, и Horizon. Но еще в 90-х я играл в Зелду на Game Boy Color. Возвращение эпохального Линка было приятным сюрпризом. И игра действительно достойна награды. Лучшее RPG. South Park – The Fractured But Whole, Persona 5, Final Fantasy 15, Nier Automata, Divinity – Original Sin 2. Из данного списка я выбираю Final Fantasy 15. Действительно великолепный продукт, который стал ориентирован еще на более широкую аудиторию. Когда впервые запустил игру и поиграл буквально полчаса, хотел зааплодировать. Лучший файтинг. Tekken 7, Nidhogg 2, Marvel vs. Capcom Infinite, Injustice 2 и ARMS. В сторону седьмого Tekken было множество нареканий. Как от про игроков, так и от фанатов серии. А вот второй Injustice не мог не порадовать. Вот мой победитель. Лучшая семейная игра. Splatoon 2, Sonic Mania, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe и Mario vs. Rabbids Kingdom Battle. Не семейный я человек. Даже и не знаю, что выбрать. Лучшая стратегия. XCOM 2 World of the Chosen, Tooth & Tail, Total War Warhammer 2, Mario vs. Rabbids Kingdom Battle и Halo Wars 2. К сожалению, стратегии, которые я когда-то любил, уже не те, что были раньше. Вот когда-то был третий Warcraft или же Герои. Я вот для себя нашел браузерный микс моих любимых стратегий и RPG детства. Игра очень похожа на Diablo, но без такой же динамики перемещения персонажа. А олдскульно-душевная рисовка напоминает третьих героев и эпоху Империй. Называется это чудо Imperial Hero 2. Вот в эту игру приятно провести несколько часов в день и сильно не заморачиваться. Она быстро не надоедает, а мультиплатформенность за счет того, что игра браузерная, делает ее еще лучше. Скоро даже будет порт на телефон и соцсети. Несмотря на то, что от игры прямо веет олдскулом, она при этом еще уникальна в своем роде подходом к игровому процессу. Тут и фракционные войны есть, а для любителей PvP – арена. В общем, все, что вашей душе угодно. Рекомендую, ссылка есть в описании. А вот из списка данных стратегий мне выбрать некого. Ни во что не играл из представленного. Могу лишь предположить и спрогнозировать, что XCOM может победить. Это же XCOM. Что касается FIFA, за последние несколько лет она особо не менялась. С PES'ом примерно то же самое, только она становится еще хуже, потому что нет лицензии на команды. У НБА все тоже плохо. Forza Motorsport какой была, такой и осталось. Gran Turismo тоже не особо выделился, хотя игра неплохая. А вот Project Cars 2 действительно становится чемпионом. Тем более я ездил в специальном автомобильном симуляторе на турнире в Париже от Nvidia. Это было что-то незабываемое. Я реально чувствовал, что я нахожусь в автомобиле. Желаю победу этой игре. Ну, извините, но с PUBG тут всем тягаться очень сложно, ибо именно своим мультиплеерам и онлайнам игра всех и уничтожила. Самая ожидаемая игра. The Last of Us Part 2, Red Dead Redemption 2, Monster Hunter World, Spider-Man, God of War. Какой еще к черту Человек-паук? Вы, конечно, извините. Но я за Red Dead Redemption 2. В первую часть я до сих пор играю на своем Хуане. Это что-то с чем-то. Все остальное и в подметке не годится великому вестерну от рокстаров. Лучшая инди-игра. Pyre, Night in the Woods, Hellblade Senua's Sacrifice, What Remains of Edith Finch и Cuphead. Думаю, тут без комментариев. Cuphead. Лучшая киберспортивная игра. Rocket League, Dota 2, League of Legends, Overwatch, Counter-Strike Global Offensive. Как бы много я не играл и не снимал доту, она для меня умирает. Rocket League очень понравилась, но развития в ней я пока не вижу. Лол на дух не переношу. А вот между CSGO и Overwatch'ем нужно подумать. Overwatch пока не дотянул до уровня CSGO в плане киберспорта, но растет огромными шагами. А вот CSGO нужен рывок, какой-нибудь Source 2 что ли, компендиумы или интернешнл свой. Но как бы то ни было, я был на эпицентре и был на других авентах по доте и кс. Вы думали, что вот, я сейчас выберу Overwatch. Нет, я выберу доту. Пусть для обычных игроков она умирает, а вот в плане киберспорта она держит планку. И последний интернешнл тому подтверждение. Выбираю доту. Лучший киберспортсмен. Куроки, Рюджихонг, Ника, Колдира и Факер. Факер из Лола? Ни за что. Колдира действительно крут, но никто не сравнится с великим немцем, который 10 лет шел к заветному трофею. Который уже был в финале, но не смог одолеть противника на последней карте. Который буквально заплакал отчасти на сцене в этом году. Кура, я за тебя. Я поздравляю тебя с победой на The International 2017. Это действительно твоя победа. Ведь ты капитан. Лучшая киберспортивная команда. Team Liquid, SK Telecom 1, Lunatic High, Face Clan и Cloud9. Ну тут очевидно для меня это Team Liquid. Да, SK и ФСИ сильнее в кс.го. Но на этом все. А Liquid'ы, несмотря на победу на интернешнл, везде борются. Да, есть Cloud9, который также играет в доту. Но уже сосались. Как бы то это грубо не было сказано. Лучший инди-дебют. Slime Rancher, Mr. Shifty, Cuphead, Hollow Knight и Golf Story. Тут я опять же выберу Cuphead. Что же, господа. Пишите в комментариях, кого выбрали вы. Ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте голосовать за меня на сайте битвгеймеров. Если хотите, чтобы я разыграл супермощный компьютер. Удачи и до скорых встреч. С вами был Фенаргот. Субтитры сделал DimaTorzok